Александр Парфинович почти полвека служит Бобруйскому театру. Хотя приглашали и в Большой, и в Купаловский, но, как признаётся заслуженный артист Беларуси, там душа не на месте. А здесь – любимая гримерка, коллектив, сотни сыгранных ролей и уже такой родной сердцу зритель. После того, когда мы пришли в театр, мы были в такой эйфории. И мы работали, нам не нужно было ничего, вы знаете, мы только отдавали, но нас так учили. Прежде всего театр, потом всё остальное. И в этом есть суть. Если ты полностью не отдаёшься этой профессии, лучше не иди в неё. Этим летом мэтру сцены присвоили звание «Почётный гражданин». Культовый актёр играл разные судьбы. Живался в роль настоятеля циркви, генерала, фельдмаршала, Дон Кихота и преданного отца. Ему удаётся с невероятной точностью передавать характер своих героев без ретуши, купюр и фильтров. Он человек очень порядочный, человек, который, по сути своей, очень миролюбивый. Он никогда не был замечен ни в каких конфликтах, ни в каких склоках, понимаете. Он всегда пытается найти какой-то компромисс, даже в каких-то конфликтных ситуациях. Звание «Почётный гражданин» удостоена Иванесса Каладзинская. Благодаря её заслугам наш город знают далеко за пределами Синеокой. Бобрученко – двукратная чемпионка Европы и мира по вольной борьбе. Заслуженный мастер спорта Беларуси. В 2021-м стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. «Бонзовым призёром Олимпийских игр». Сёстры Каладзинские выросли в семье тренеров по спортивной гимнастике. Занимались вместе с раннего детства. После Рината пошла по стопам родителей. Ванесса же выбрала вольную борьбу. За это время успела стать не только чемпионкой, но и дважды мамой. Сейчас инструктор спортивной команды внутренних войск МВД в декретном отпуске. Она сама по себе уже изначально, мне кажется, родившись, была с таким сильным спортивным характером. В принципе, то, о чём мама и мечтала. Чтобы она в любом виде спорта смогла достигнуть Олимпийского педестала. Потому что мы все прекрасно помним, как в детстве она говорила, что ты обязательно должна на нём стоять. В 2022-м почётный гражданин и директор ТДИА Владимир Кисель. Всего же такого звания в Бобруйске удостоены свыше 30 человек. Артисты, поэты, военные, преподаватели, медики. Те, кто предан не только своему делу, но и малой родине. Люди, которые стали частью истории.